У православных югорчан продолжается Великий Пост. Семь недель самоограничения заканчиваются с приходом праздника Пасхи, который в этом году будет 5 мая. Многие христиане воспринимают пост прежде всего как период определенных запретов в питании. Однако это не совсем так, говорят священнослужители. Совершая телесный пост, нужно помнить и о посте духовном. В том числе это касается отказа от плохих привычек и помыслов. Что касается еды, стоит отметить, что для северян жесткие ограничения в пище могут негативно сказаться на здоровье. Представители духовенства поясняют, что каждому человеку нужно ориентироваться на состояние своего организма. Бывает так, что человек перенес какое-то заболевание тяжелое, либо еще какие-то моменты в плане диабета или еще что-то. То есть ему есть необходимость принятия сыр молочки. Почему бы нет? То есть кроме среды и пятницы это возможно. И нет каких-то конкретных рамок и ограничений в плане, что все точно, кровь из носа нельзя. Есть по факту это рекомендация. Почему не пощусь? Потому что занимаюсь спортом, а спорт и пост это немножко разные вещи. Потому что если ты занимаешься спортом, нужно много белка, соответственно, это не постное, не про пост, так скажем. Я думаю, что это вот здесь должно быть отношение к посту. Это не диета, ни в коем случае, как многие его воспринимают. Это должно быть в душе. Я не смотрю телевизора каких-то развлекательных. Я не смотрю, не читаю. Когда постишься, это большая радость приносит, пасха. Ну, знаю, что молочное, мясное нельзя. Бабушка у меня соблюдала пост. Я даже пробовала еду, которую она ела, когда была маленькая. Вкусная, нормальная, съедобная. Что знаете об духовных ограничениях? Ну, нельзя ругаться, материться, оскорблять кого-то, завидовать, жаловаться. Ну, все, что плохое есть в человеке, это нельзя делать. В Нижневартовске отремонтируют дорогу к лесному комплексу ЕГОМ. Работы будут вести в рамках профильного нацпроекта. Это будет уже третий участок, который ждет преображения. В список его включили по запросам самих жителей. Лесной комплекс пользуется большой популярностью у вартовчан и гостей города, причем вне зависимости от сезона. Участок также вошел в число приоритетных дорог по итогам голосования и инструментальной диагностики. Самый проблемный отрезок трассы там имеет протяженность около километра и благодаря экономии на торгах по двум участкам, которые уже были в перечне ранее, удалось включить и его. В будущем городские власти планируют искать дополнительное финансирование для ремонта еще почти трех километров дороги к популярной туристической локации. В лесах Березовского района бродят медведи. Следы четверолапых были замечены во время рейдов на территории общедоступных охотничьих угодий. Информация о выходе хозяев тайги из берлоги подтверждается многочисленными сообщениями населения. Природнадзор Югры напоминает, как можно уменьшить вероятность встречи и нападения животного. В памятке, опубликованной ведомством, много пунктов. К примеру, стоит знать, что при нахождении в лесу встреча с медведем может произойти в любое время. Чтобы избежать критической дистанции сближения, необходимо передвигаться шумно, желательно группой, не менее трех человек, громко переговариваясь. Не надо оставлять пищевые отходы в лесу, чтобы не прикормить медведей. При передвижениях нужно избегать участков зарослей в поймах рек и ручьев. При неожиданной встрече нельзя убегать от зверя. Его можно попытаться отпугнуть криком, звоном металлических предметов, оставаясь на месте или медленно отступая. Ни при каких обстоятельствах не следует приближаться к медвежатам. Как правило, где-то рядом находится медведица. Продолжение следует...